Сегодня вечерний выпуск. Мы сегодня на море всей семьей. Мы выгуливаем собак. Обратите внимание, да, кто кого еще выгуливает. Она вот лягла на полотенечко, да, эстрия? Скажи, бабушка, а ты иди сама и выгуливайся, и купайся. А я как-нибудь отдохну здесь, полежу. Ее зовут купаться, а она говорит, вот так на горизонте я лучше позагораю. Водички попила, а бабушка пускай сама купается. О, пошла, пошла, охрана. Вот еще один клиент приватбанка. Этот вообще такой пугливый, боится. Иди купайся. Куры, стреляй, куры. Бегомтика. Скажи, идите сами. Я пошел. Ой-ой-ой, что здесь начинается. Это твоя жена, не переживай. Это твоя жена. Мешные собаки, а, еще и напокрывали. Дети, вы что, идите гуляйте. Вот и все, вот и вся гулька и закончилась. Все, твоя, твоя эта дама, твоя. Никуда она не уйдет от тебя. Бабушка думает, да идите вы, пошла я купаться сама. Мы сегодня на собачьем пляже. Вот именно зона отделена специально для собачек. Да, единственное, что, смотрите, что нам она отделили. Отделили, где камни, где с собаками зайти нельзя абсолютно. Вот это вот территория для собак. Да, вот такое вот, ребята. Там, конечно, она еще подальше есть, там можно прогуливаться, но как-то так, понимаете, да? Но вечерок сегодня прелесть просто. Видите, с собачками гуляют там, но мы туда дальше не пойдем. Мы хотим поспокойнее посидеть. Вот, видите, с булыжниками, это для собак. Сестрея думает, идите, не идите. Идите гуляйте, идите, дети. Дети, идите, идите гуляйте. Все, Виль уже увидел соперничество. И пока, вы. С этих двух спасателей, ну, никакие абсолютно. Все? Она спасала, сестрея? А кто бабушку будет спасать, а? Бабушка тебя звала? Спасатели вы чертовы, а? Вот так, вот. Вот где надо спасаться, видели, да? Сейчас второй придет тоже. А бабушка у нас только море побачит. Все. Водычка. Водычка, все. Бабушка там. А эстрея не имется, ну, не имется. Ну, давай, иди, спасай, иди уже. Спасал-ка ты моя. Эстрея нашла себе кавалера. Да, которому очень нравится вода. Эх, эстрея осталась без жениха. Жених пошел купаться, бросил ее. Вот такие вот, смотрите, да, мужчины. Эх, не хочет вылазить с воды. А эстрея стоит, ждет на берегу своего моряка. А он на нее внимания не обратился. Возвращается с поджатым хвостом. Свадьба не удалась. А муж ревнует, стоит под креслом. А женщина, разбитое сердце. Смотрит вдаль. Озвучка Татина. Кстати, ребятки, вы знали, что у меня на канале есть мой глазик? Мои глазики. Хороший человечек, которым я познакомилась уже довольно-таки достаточно времени, пока я веду канал. И, конечно же, хотела сегодня поблагодарить этого человечка, который зовут Иринка. Она живет в Италии. Вы наверняка с ней видели в комментариях. И персонально сказать огромное спасибо, моя девочка, что я с тобой познакомилась. Что помогаешь мне, поддерживаешь меня. А тут же ты есть у меня. И, конечно же, за твои донаты, Ира. Если б не твои донаты, я б тебя не любила, моя девочка. Спасибо. Ну, балуйте вы меня, родные, балуйте. Честно говоря, огромное спасибо, что вы цените мой труд, ребята. И, конечно же, если кому-то там вздумается, тоже, может быть, желание появится за мои труды. Скинуть мне там пару евриков. Буду благодарна очень сильно. А почему бы и нет? Это все-таки работа, правильно? Буду очень благодарна. Спасибо вам большое. Русалка пришла. Ой, веришь. Ну, и берег. Это же собачий берег. Что ж ты хочешь? Ударилась? Ну, страшна. Ну, а видела, какая спасатель у нас, да? Спасатель. Видите, как у нас спасатели лежат, бесстыжие такие, ага. Не пришла бабушку спасать? Тебе не стыдно? Не пришла, да? Я тебя звала. Естрея, Естрея. А ты чего не пришла? Купаться боишься. А водичка хорошая. Да. О, облизывается. Ой. Она подошла, жених на нее не прореагировал, и она ушла. Да. Ай, какая красотень, глянь. Тебя еще и гладить надо. Ой, ты бесстыжая. Ой, бесстыжая, бесстыжая. Взяли им водичку, налили тоже от бутылочки. Так они у нас здесь тоже водичку пьют. Вот такая теплая. И также хотела передать огромное спасибо и большой привет Наташеньке Бутенко. Спасибо, моя девочка, огромное тоже за твой донат. Девчонки, честно говорю, я не ожидала. Не ожидала, и это было так приятно. Честно говорю, огромное вам спасибо. И я тоже за ваши сообщения. Ну, балуйте вы меня. Девчонки, обязательно, когда получу, пойдем их тратить с мамочкой. И обязательно возьму вас с собой. Хорошо, посмотрите, что мы выберем, куда мы пойдем. У меня просто нет слов от радости. Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Знаете, честно, сижу, хочется пойти искупаться, но как-то по этим камням, ну, вообще не хочется лазить, а. Я не знаю, может, на пузико лечь-то, побрехаться просто. Ха-ха-ха, прикиньте, на камушках. А что бы и нет, правильно? Что там ходить, ноги ломать себе? А может, заползти на пузике, как креветочка? Дети не могут зайти, а то я сейчас буду. Ну, в принципе, я заползу. Смотрите, какая красотень, да? Вот, казалось бы, что вам напоминает форма эта? Правда, какие-то вот смотрители? Я не знаю, что это, обзорники, как оно называется. Правда? Похоже. Так вроде бы от войны какая-то защита. Честно говоря, понятия не имею, что это, просто так разливают тему. Кстати, сколько у меня специалистов, которые поправляют меня на русском языке, тоже хотела передать вам большой привет. этот закат для вас. Ой, правда, здорово, а? День чудесный сегодня. Мороз и солнце, день чудесный. А здесь у нас открывается вот такой видос. Смотрите, тоже здесь прогуливаться классно. Правда, я обувь не одела. Но ничего, у меня у нас храма впереди бежит. Так что, смотрите осторожно, кого вы встретите на пути. Да, Вилек? Загрызем, блин. Загрызем! Пошли, овчарка моя, питбуль мой. Вот, здесь у нас соленечки. Ой, люди камушки собирают. Так чудово. Ой, как здесь хорошо, прохладненько. Так бы стояло здесь утенечку. Здесь, конечно, такие булыжнички. Надо будет подножки смотреть. А я еще и босичком. Ну, ничего, мы привыкшие, правда? Пошли, Вилек, идем. Пошли покажем, что у нас здесь есть. Погнали. Вот что-то мне и правда, вот это вот напоминает наши соляники в Херсоне, да, ребята? Вот кто видел? Вот такие маленькие растенец, да, когда идешь там гуляешь возле моря. Да они, в принципе, наверное, везде растут, правда? Ну, напоминает мне очень сильно. Там, кстати, такая речушка у нас есть, затончик. Не речушка, а вот именно затон морской. Сейчас пойдем туда, я вам покажу. Сегодня вообще прелесть. Стретий кораблик заходит. Упорт! Ну, это считается у нас тоже здесь собачий пляж. А, ся, ся, гляньте, мужик расположился. Сейчас посмотрим. Вдали от всех. И пошли все нахрен. Вот, молодец. Пошли, Вилек, сушись, сушись, бегай. Идем, моя солнышко. Идем, моя собака, моя охрана. Моя любовь, моя морковь. Идем. Сегодня с мамой ты нагуляешься до предела. Как бы я здесь не грохнулась. Надо идти, наверное, по дорожке бы здесь. Ну, ладно, пошлите сюда и пройдемся. Боже, я с вами везде. А, ребята, я с вами везде. Где танк не пройдет, пройдет Таня. Так что погнали. Ой, ой, ой. Вилечек, Вилечек, пошли. Вилечек, ты где? А, нет, еще тут можно идти. Ни болота, нет. А соленечки как пахнут, девочки, мальчики. Сейчас вот такое ляблядиное озеро покажу. Сейчас будете прозрывать. Ну, прям ляблядиное озеро. Чан-чан-чан, чан-чан. Тут что, фламингов не хватает? Надо бы пригнать для вас специально. А, кстати, у нас фламинги здесь есть. Я вас возила уже, да, на фламинги. Кто не видел, кстати, посмотрите, у меня есть там видео. Оно так и называется, но фламинги. От нас, кстати, здесь, я не знаю, в полчасах это озеро с фламингами. Да, конечно, очень далеко и все остальное, но тем не менее. Ой, смотрите, какая фотография. Хоть прям бери такие фотографии, снимай, правда? Вот так вот. Чан-чан-чан-чан. Не, вот так, о. Вот так вот. Вот так, короче. Не, вот так, о. Чан-чан. Смотрите, ну прям как дома, дивиться, а. Засрано все, дерево попадало. Ой, такое у нас ляблядиное озеро. И мужик что-то, не знаю почему, мне кажется, что это тоже наш. У кого ума хватит на такой, в этот самый идти, правда? Ай, чудово, як. Чудово вообще. Гляньте, а деревяшек здесь. Кстати, здесь очень классно делать экибаны с этих деревяшек, которые выбрасывают на море. Ребята, вы никогда не пробовали? Я пробовала. Вот эти лампы, которые у меня дома находятся. Ну, это я оторвала. А вы представьте, сделайте такую лампу, уже оттесанное дерево, оббитое морем, просушенное, прожженное. И прошло крылья рыбмедные трубы. Это вам точно оно не зацветет. Сарейзе. Класс, да? Только камни, конечно. Туда хренушки зайдешь, покупаешься. Ну, ничего так. Гляньте, мужики решили по косе перейти. Ну, прям как у нас, правда? И коса, и все, что хочешь. И косичка, и не косичка. До картины рисуют. Называется прыг рыблый. А тут, наверное, рыбка есть, а? Прикиньте, я удочку закинула, как вроде бы у нас на Украине, а? Товарищи, правда, тяне? Мелька какая, гляньте. Она мягенькая, мягенькая. Ты наступаешь под ней. Мякусенькая, мякусенькая. И беленькая. Мусор тоже, как у нас, точно. Засрано, то же самое. Вот, бачьте. Так что, пошлите назад. Иди, хвостатый Сусанин бежит. Так что, он нам покажет дорогу. Иди нас, Сусанин, покажь нам дорогу. Если шо, то перебьем тебе ногу. Вот и все. Вот это стих мой. Кто там у меня знает, напишите, как правильно пишется. Ну, поправьте, ну, поправьте. Все же должно по-правильному быть, правильно? Как мне нравится прикалываться. И как жаль, что очень много людей, у которых вообще нет чувства юмора. Вообще, вообще. И вот и правда, этих людей мне жаль немного. Честно, ребятки. Кстати, напишите, вам понравились истории? Потому что все говорят, ой, какая грустная, какая грустная. А че грустная? Жизнь такая. А вы какие сериалы каждый день смотрите? Там кого-то прибили, кого-то одурили, кого-то там кто-то родил, кого-то бросили. А че вам не нравится? Моя жизненная история. Делать съемку профессионального фотографа. Чан-чан-чан-чан. Чан-чан. А че? У меня глаз есть. Правда, че не? О, видите, как веду. Вот так вот вам. Ну, профессионал, блин, профессионал. Че, аплодируйте. А послушайте, как камни трещат. Сейчас, когда волна отойдет. Класс, правда? Класс, правда? Покрасивше, покрасивше получается, правда? Правда ли? А вы знаете, я иногда бывает думаю, у меня что-то в жизни есть еврейское. Я обожаю еврейский юмор. Тупой такой, знаете, самые умные люди, которые разговаривают без заморочек. Еврейский ум. Еврейские слова и еврейское размышление. А шо не так? Евреечка Танечка. Хо-хо-хо. Изя, а шо тебе не нравится, Изя? Тебе не нравится мой прычухан, Изя? Или тебе не нравится мое чувство юмора? А шо? Че, похоже, да, через линию? Аплодисменты, товарищи. Кстати, надо бы попрактиковать свою родную речь. Ой, как мне нравится доставать, которые злятся, когда я именно, когда у меня все классно. Амера в моих руках горит, товарищи. Горит. Девочки, наша охрана, гордость. У тебя скоро хвост отвалится, вилять. Да, блудная ты наша. Ай, мапачи ты мое. Ай, мапачи. Кто-то ее на мапачи назвал. Так ржала, говорит, Инна на нее обиделась. Ай, охрана. Ай, рано. Встает охрана. Ай, можно присесть к вам? Людит, мамина, счастье. Счастье. Счастье ты, господи. Сирота казанская. Ай, это прям. Так и заморозили ребенка. Заморезили. Ой, истрея, ты знаешь, если я тебя не знала, я бы тебе поверила. Я бы тебе честно взяла бы и поверила. Я тебе клянусь. Не верю я тебе, не трусись. О, раз и перестала. Я же говорила, вот так надо уметь. Вот вам, у кого надо учиться цирку у нашей истреи. У нашей собаки. Видели, да? Мгновенно. Это и правда у нас актриса. Смотрите, как у меня собака живет семечки. Этот цирк на дроте. Гляньте. У нас семья идиотов. Понимаете, да? Давай, кушай, кушай, истрея. Все, выходи, брасль ее. Гляньте. Кушай, кушай, истрея. Оскал такой. Еще ж хрусткает ее. Гляньте, гляньте, гляньте. Быстрее. Ну, не подводи. Покажи, красавица, ты их хрусткаешь. Отворачивается. Кидай туда. Хрусткой, хрусткой. Видели, да? И выплевывает. И шкарлупу выплевывает. Ой, я не могу ржать. Давай, эстрее, ты можешь. Слушай, а не хрусткула. Ой, ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Оборжаться. Ну, там, в детстве, в школе, сюда нас за хорошее примерное поведение, за работу мы навечно давали путевки. А как раньше, на 60-х годах, машиною посадили на 10-х годах. Днепропетровск, Кременчук, Київ. Ну да, Кременчук, мы последняя точка была. Приехали мы туда, а ввес нас мий брат старший. Ну, а мы там с моей подругой походили по экскурсии, погуляли, погуляли. А менший, мий средний брат, персонний. Мы пішли на Кременчуська ГЭС. Когда открылась, это же, чтобы ездили дивиться. Ну, я ей кажу, Куми, Куми, это Кума сейчас, тогда была моя подруга. Кажу, Валь, я хочу поехать в пенсион до Волки. А вона каже, а я? А мы пришли, а там стоять. Сорова вам лет было? Лет, ну, я знаю, мне 13-14, а Куми, Вал, и, может, год старше она. Кошмар. Ну, школьники были, я не знаю, 8-9 класса. Ну, ну. Ну, я ей кажу, пошли узнаем бюлеты. Пошли, там бюлета не хватало, что-то, ну, кумившим, что-то было в Вале. У меня настребли, купили бюлет, посадила Кума меня на той. Не катер, а когда-то подели. Ну, может, катер, ну, большой такой, пароход. Пассажирский, потому что возил людей из Кременчуга на персон. Тогда Дніпро, под Дніпро ходили, что-то шлюзи. Сила, а есть же ничего, кусочек хлеба было у нас, это все. Ну, я же думала, что это так, сила, и сегодня будет. А получилось, что надо было ехать в ночь, потому что, когда идет корабль, он каждый останавливается. На каждом шлюзе, пока мысль вода поднимется, опустится. Конечно, красота неимоверная была. Вот так я сидю сейчас на море, думаю, и вспомнила свое детство. И закат такой красивый. Дніпро, тишина, красота, природа украинская. Вообще, а есть не хочется, а что все, а не можешь ничего. Люди едят, а у меня стынка бежит. Кошмар. А спать нема, где так, ну, знаешь, где-то примостился. И меня ночь уже вимучила, я десь там уголочку так села. Кошмар, переконяла. Приехала у Кирсовья, вийшла с катера, адрес знала. А куда, что, не знаю. Вийшла из этого порта и спрашиваю людей, на Ушакова, что ходят тролейбусы. А они, я уже не помню, какой номер, потому что это было довольно давно. Давно. 100 лет, 50 лет назад. Но! Пять копеек стоило, пять копеек. Я пять копеек нашла. Доехала до Ушакова. Я не знала точно, я спиталась, где общежитие судозавода, где живут люди, молодежь, ну, как, рабочие судозаводы. Ну, мне сказали, выходьте на эти остановки, это было в областной больнице. Там начинались уже обшежития судостроителей. Вийшла и говорят, вот, заходьте, спрашивайте. И зашла я в одно обшежитие. Я говорю, просила в одно обшежитие, не надо в другом. А там надо еще было ехать от областной, в общем, еще две остановки. А денег же маю, пять копеек последнего дала, уже все. Ну, пешком ишла. Ишла, прийшла, найшла. На Илюши Кулика, в обшежитие было, зайшла. А это еще был день. Вахтерша каже, рабочие прийдут вечером. Ну, хорошо, говорит. Идем, покажу тебе, где его комната. Кровать. Лягай и жди. Я не спала. Это брат ее, брат ее, родной. Я пришла, лягла я и заснула. Приходит брат с работы, а ему и говорит. Там до тебя сестра приезжала. Как сестра? Сама? Да, сама, говорит. Он спит тебе на кровати. Він заходил, говорит, ведьма, где взялась? Ведьма назвал, да? Да, ведьма назвал. Ведьма, где ты взялась? Я дала ему рассказать. Він за голову взялся, говорит, боже. А там уже в Кременчуми, уже шука брат старший. Кошмар. А кума, как партизан, мовчала, мовчала. А потом куда ж, бачишь, что уже кинулися преподаватели, все шукать, меня немає. Ну, короче, кума призналась, говорит, вона поехала в Херсон. Ну, что ж, приїхал брат додому, а меня немає старший. Мама каже, а Ніна, де? А він, в Херсоні. Як в Херсоні? Кошмар. Ну, и он начал рассказывать, что я села на катер и уехала из Кременчука на Херсон. Мама каже, а в это время как раз повезло. До нас направили в село директора, из Херсона. А у Херсоні сельхозьяцький институт. И оттуда закончил этот директор наш, уже тогда, институт, и его направили до нас в село, с семьёю. Ну, и говорит, Васе, едь, забирай семью, уже твою, там уже будешь сестру шукачу, в Херсоні. Брат старший приїхал сюда, в Херсон, забрав меня, приїхала додому, мати уже не знала, чі лаять мене, что я жива. Кошмар. Ну, я, когда перед семьей ехала, в этот, сбежала, Кавказская пленница. Когда ехала в Кременчук, невестка моя брата, жінка, пошила костюмчик. В то время, все-таки было, ты что, та же в селе, юбка коротенькая, и узенька, и такой жакетик, костюмчик пошила красивый. Это я в том костюмчику же поехала. Приезжаю в том костюмчике, мама, ах, а не знала мама за цей костюмчик, не бачила. Так побачила, на мне этот костюмчик, ах, разорвала этот костюмчик, а я тогда больше не бачила в этом костюмчике. Кошмар. А так, что мы так в детстве были за 8 лет, и носила так, я до замужества почти, те, что маме нравилось, ну, что можно было носить, типа, в то время 60-х годов, после войны, люди были более скромные, и тем более в селе. Ну да. Надо было придерживаться, как-то скажет, порядка, и то, что было, как было заведено. Вот я так путешествовала на катере, глянула на корабль, это и вспомнила детство. Вообще, мы в детстве, я каждое лето, половина лето, в общем, работала. И с пятого класса я уже работала на таком. Мы разгружали, загружали машины, вручную, представьте себе, лопатами выгружали мы. А потом... Я же тоже работала, помнишь? На... А потом, ше-жвинником надо было позаметать, с кузова, чтобы было... А потом в район, что мы возили, сопровождали машины на элеватор. Водитель, и ты седаешь, как экспедитор, едешь, потом там документы седаешь. Ну, короче, вот это помодрость. И зарабатывала я денежку за лето. А потом уже ехала на экскурсии куда-то. На книжки собі, на школу для платья. Все зарабатывала сама літом в детстве. Так что, то буряки сапали ходили, то проривали, то подсолнухи. А были мы еще таки десь в четвертом классе, может, ходили, то гоносики собирали. А зачем? Так, они буряки съедали. А кроме поля таки робили ревчак. И туда они падали и там их травили. А мы детьми, те, что не впали, а буряк съедало, мы ходили в поробочках, в дюречках, тощим, собирали цих, а потом их кучу сжигали. Довгоносики. И вам заплатили за это? Нет, это мы в школе, это дети мы были, это мы были как бы вспомогательная помощь для села. И ходили мы на буряк, проривали, сапали, в каждом у нас была норма. Мы сходили и сапали. Подсолнуки проривали, кукурузу проривали, садили. Раньше все это руками робили, за 6-3 годах, потому что это уже потом придумали, а мы это все руками ходили, робили, помогали батькам. Маме ходили, мы там помогали, мама, конечно, получала лучше, а мы ей помогали. А ты не помнишь, как я на дискотеку собиралась, как ты меня заставила кукурузу с фасолью садить, не помнишь? Не помнишь, да? Как ты кажешь мне, я пришли, девчата за мною, и ты говоришь, пока не посеешь, никуда не поешь, никакой дискотеки, а мне там не знаю, сколько лет, 12 было, чи сколько, там и позарывали только, как нибудь. Приезжаем через месяц, а там я корова поссала по дорожке, и она иди сюда. Я помню, как сегодня. Ну что, видела, да, что неровно? Вот пока, говорит, не прорвешь, никаких друзей, никакой улицы. И давай, Таня, квасолю, по пять пучков выдирать с одной лунки, кукурузу, и ровнять все. Боже, вот такие у меня были наказания. В наши-то времена. Ну, это тоже, что было, считай, 70-е, 80-е. Ну да. Так что, как-то так мы жили. Ну. Особенно, помню, на всю жизнь запомню, когда билили к хату. не даром. Ну да, да. Она сверху била? Нет, мы когда, что делали? Не, не билили, перемазывали. Мы летнюю кухню делили. Нет, мы хату билили. Мы хату билили. Нет, внутри. Внутри? А, а ты уже замужем? Каким замужем? Я ребенком еще была. Что ты мне трындишь? Я ребенком была. Еще помню, розетки, ты говоришь, надо отмывать ее. Мне током била. И постоянно, я говорю, мама меня током бьет. Ничего не убьет. На всю жизнь запомню. А ты сверху мыла, а я снизу мыла. Не мыла, а мазала. Мазала. Я запомню тоже. Не даром, не даром. Не даром. Я научилась, когда-то пригодилась. Ну да. Сама все можешь делать. Ага. Потому что, с детства все делала. Вот такое у нас тоже воспитание было, спартановское. Ну ничего. За биток, за одного битого, десять небиток. О, точно. Так что. А сейчас, откусим палец кому хочешь. Все пригодилось. Так, ребятки, будем мы собираться, оставим вам этот прекрасный закат. Уже десятый час у нас. Мы сидим спокойно. Так что, давайте. До завтра. До свидания, скажи. Пока-пока. Пока-пока. До новой встречи. И скажи спасибо за донаты. Спасибо за донаты. За донаты, да. Будем ходить скупляться, подарки куплять. Правда? Ну давайте, ребятка.